всем привет сегодня уже 12 мая всем праздники закончились что у нас нового но вчера звонил мужа брат он едет в пятницу в деревню и в пятницу леры заканчиваются занятия в школе все у них они уйдут на летние каникулы так что мы решили отправить с ним в деревню леру вчера узнала с одной стороны она обрадовалась конечно нас соскучилась там по бабушке по дедушке по всем ну место поменять там погулять во дворе хоть можно другой страна не слезы на глазах говорит я не хочу с вами расставаться я не хочу животными расставаться я не хочу с комнаты с интернетом расставаться ну про интернет я пообещала сказал хорошо мы тебе сделаем планшете интернет но при одном условии что ты его будешь только порт пользуется им после того как почитаешь книгу а то я знаю ее читать не будет работать про вечером с утра до вечера сидеть в интернете и не больше там двух-трех часов чтобы на хотя бы на улицу выходила тоже засядет и все там уничтожить как карантин немножко держится все таки они детьми вроде друг другом не общаются дети вот так вот так что лена мне тоже конечно душе так тяжело расставаться ну просто я так не это будет лучше тем более через месяц мы дениса будет отпуск и мы тоже все туда поедем на две недельки кто мы с денисом настя хотела сейчас отпускать я хотела на пар на два-три дня поехать тоже деревне съездить то что соскучилась уже но она как машина нету а на автобусе ее наверно не пропустят туда не знаю очень так и не поехал отпуск уже в конце недели заканчивается в августе не еще больше масла сети из дома сидит сегодня опять не работает вот в этом месте три дня только по работам не значит получится у него ну ладно так еще сегодня утром проснулась почитала новости и там было что всем детям с 3 до 16 лет будут выдавать как помощь то что все теряют ну что мы большинство теряют денег да с этим коронавирусом и путин решил помочь всем детям стал до трех лет сказал теперь нет с 3 до 16 лет все дети получат одноразово пособие 10000 будет бесправок без всего ничего собирать не надо ну как я поняла вот так через госуслуги просто написать заявление и все из 12 вот мая сегодняшнего дня можно написать и да по моему до 1 октября из 1 июня будут начинать начинается эти выплаты вот надо все это узнать короче залезть написать заявление 10 тысяч никому не помешает лишь не будут тем более вот так вот урезать сейчас зарплаты что у нас еще нового но нас вчера купила одну вещь комнате из мебели сейчас вот я съемал ее комнате сейчас я вам покажу как покажу я вчера сняла как было и как стало сейчас сниму там небольшую вещь ну и все смотрим наконец-то настя купила себе столик дай для своей игры а то видите какую на табуреточки тут все запутано как сейчас посмотрите как было а потом покажу как стала и вот так теперь стала у насти купила на себе вот такую тумбочку столик давно на себе вывиску не могла подобрать наконец-то подобрала забыл в каком магазине мебельный магазин через интернет отдала за нее полторы тысячи и тысячи за доставку получил две с половиной тысячи теперь у нее тут все аккуратненько у ней тут и диски для игры и все влезло провода не торчат тут она на рамочке поставила еще это фотографии туда хочется ставить вот такая красота получилась а то так у них комнате так ну а я сейчас пойду готовить завтрак приготовлю яйца сварю верю всмятку и немножко хочу поговорить о пользе яиц если есть пачка яиц в холодильнике значит все не так уж плохо на сегодняшний день яйца это вообще один из здоровых образов жизни они всегда должны быть раньше врачи разрешали съедать два яйца в день говорили холестерин поднимается сейчас они говорят что в день в неделю сейчас говорят что можно съедать семь яиц в неделю полезно и тут маркировка еще есть вот если буква с это значит столовая а если буква д то это диетическая 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 это значит что яйцо не больше семи дней а все остальное это столовая значит ну им больше семи дней когда покупаем яйца продолжим в холодильник не обязательно мыть но когда но когда их начинаем готовить их конечно нужно обязательно помыть размеры и не зависит там от вкуса или состава просто он как бы размер неважно маленькие они или большие а вот если у вас аллергия то это может быть то что чем кормили курицы их могут и антибиотиками кормить и всякой дрянь их кормить добавками какими тут от этого может быть аллергии так что лучше покупать яйца конечно дорогие привоза водитель который заботится ну это них чтобы не было никакой аллергии ничего дешево конечно производитель не заботится избавляет и все ну и лучше самый лучший завтрак от какой конечно яйца ну пока не лучше бутербродов и для фигуры хорошо чем бутерброды лучше вот так вот а сейчас покажу какие яйца я читала в журнале выиграли ну 5 образцов яиц давали на экспертизу и какие лучше всего там были и победить и победили там вот эти окские яйца все они принципе были хорошие плохих вот прям не было там все не дешевые были вот но окские прям вот прям идеальные во всем были но они стоят конечно одна упаковочка сто с лишним рублей вот немножко поговорили о яйца так что здоровый образ жизни без яиц не может быть сидит лера уроки делает все закончу сейчас три урока было у нас английский математика чтение и русские захватили четвертый сразу два учитель занималась по-английскому и наши с ними дистанционно а теперь сейчас будем письменно делать нам короче за три дня надо столько уроков переделать мы же в пятницу же она уедет уже не будет делать но нужно три дня за четыре дня уроков сделать кошмар от мы будем сидеть мы так сидим по 5 6 часов все 8 часов в день это плюс еще ой на кошмар кажется утра до вечера ну качке три дня надо постараться для сядь прямо что-то наклонилась свет включи три дня постараться зато потом все отдыхать вот так вот цветочки мои красота что у нас за окном а за окном у нас такая теплая погода прям не ветерочка ничего нет но вроде как дождик собирается зато похолодает а сейчас вот на улице прикольно у нас он там я вижу за деревьями делают такую детскую площадку крутую нас там самая плохая площадка была старая верный видно нет потом когда выйду на улицу посмотрю сама и вам покажу тоже от нас насажали цветочков кустиков так вот на стул сломался тут стул такой стоял не знаю кто видел такой на нем полулежа лежишь сломался он был на старыми его откуда подобрали банок сейчас скоро в деревню отвезем мешков надо купить также как вести-то даже не знаю сумки все гуляют а дэнди дэнди с насти второй день где-то ночую у подруг или у друзей все говорит вчера сказала все я от вас устала я хочу отдохнуть целый день короче друг на друга все орут взяла собаку взяла дэнди за все самое ценное колонку планшет и ушла а сегодня не праздник мы ее поздравляли у нее же сегодня день медсестры вот это может быть отмечать вот я не знаю потому что нет у них там тоже все подруги медсестры так что второй день ее нету будет придумаешь завтра и дэнди нету кай коты кайфуют еще не рыжик целый день нам в обнимку мурлыкает прям даже собака же не дает он только видишь что кот нам подходит сразу его отгоняет у нас уже следующий день вчера хотели начать собираться в деревню но леру собирать но не получилось урок делали два раза перерыв у ней было на покушать и два часа перерыва отдохнуть за целый день я за перерывы пока тоже дела у меня были конечно некогда все не по-любому надо начать хотя бы вот круг уже нашли игру на забирай будешь там плавать вроде не дыря в этом когда на море ездили в этом году на море отменяется сочи из-за этого карантина не знаю хотели в августе ну мне кажется уже все во первых и с деньгами уже проблемы потому что уменьшить уменьшили зарплату не знаю загадать него ну значит бог так решил что мы не поедем не надо нам ехать надо нам денежку дальше подкопить на что-то другое да так ладно начнем сейчас сейчас позавтракает лера сейчас вот конференции только две закончились с учителем по русскому по математике сейчас надо это уроки нам делать позавтракать кашка там заваривается москва деревня самая лучшая все лера отправляем на это это даже лучше чем москва дай мне хоть слово сказать меня сбиваешь на все лето теперь она будет там в деревне да будем сейчас собираться бабушка нам что сказала много вещей не брать много игрушек не брать нет она сказала бери что хочешь только много игрушки не набирай они все равно все лежат но у нас даже не получится у нас будет по чуть-чуть по чуть-чуть всего набираем и у нас все равно получается всего много почему-то так вот только собрались собираться в деревню посылочка ты вон пришли на дом принесли сейчас вам быстро распаковочку сниму обзорчик уже моих товаров сниму в следующем видео так что смотрим распаковку пока и сейчас раздам просто то что я уже что не мое так что это такое заказала трассе полотенчики такие набор полотенчиков салфеток это будет распаковочка у меня в обзоре кому интересно смотрите каталогов как всегда целая гора заказывала два не аж 4 прислали наверно лишний носочков в этот раз заказала одни такие три штучки тоже обзорчик потом на них сниму такие и и такие это тоже я себе и вере тоже их раз деревню такая что это новиночка была максимально 7 тоник для лица вот эта новиночка и вот это вот согревающий гаммаж с витамином c это я все попробует то что мою попробую и в обзоре вам скажу отзыв на него так что смотрите следующее видео интересно так это все брошюрки не весь коробку сказала тоже мои брошюрки все так это у меня заказали уже тоник тоник ничего про него сказать не могу не пользовалась это по моему насти мою дочку заказала охлажающей маской для лица я может у нее возьму тоже попробовать тогда отзыв скажу так это тоже у меня заказали это этим как освежающий лосьон спрей для тела которую со спиртом который можно как дезинфицирующее средство использовать так дальше это тоже настя заказал крем для рук тоже может попробовать возьму у нее для отзыва еще есть и таких плотенчиком заказала потом раскроет он что покажу два вот разных этот поменьше эти как салфетки что ли они идут подачи это раскроем обзоре не прям вот и покажу вам какие они вот эту вот маску это меня девочка заказать второй раз как ей раз это корейская маска тройная 1 2 3 и очень понравилось первый раз и она пришла второй раз заказать сама я не пробовала следующий каталог как это тоже настя себе заказала про пробники тонаков тонального крема а это тоже меня заказали тоже там какой-то москриющий карандаш помада пор бланк у нас такой помада туалетная вода пор бланк у нас такая есть она пахнет мне мне на 5 тепла ландыш какие-то цветочный такой запах ну приятно тушит и настя себе заказала тоже хорошие и это тоже у меня заказали скатка корейского мне нравится там вы его и корейская косметика чтобы я не пробовала все у них вот хорошее ну что пробовала но все в принципе небольшой заказе в основном себе тоже заказывать эти полотенчики кому-то есть какого размера как качество это я все в обзоре покажем скажем попробуем так ищу короче теперь лере тариф новый в телефоне с интернетом не тариф был просто без интернета на пользу с вай-фаем дом и в принципе не нужен платил ей там 100 рублей ложил на телефон на всякий случай и все вот звонила сейчас я в мтс тоже сама не могу выбрать говорю мне нужен тариф чтобы когда уезжаешь в рязанскую область мы поедем из москвы чтобы там работал интернет и был безлимитный на месяц вот этот мне тариф это единственный вариант больше вариантов нет если на месяц по россии безлимитно вот наш смарт тысячи тысячи сорок рублей в месяц мне надо будет платить но три месяца пока на там будет потом поменяем обратно тариф нам такой не нужен в принципе просто там нет вай-фай в деревне сейчас они может быть она будет по телефону заниматься с учителем них будет дополнительные занятия там еще проводиться оказывается по желанию конечно вот продолжаться уроков сдавать не будут а просто по интернету будут с ним позаниматься там 30-40 минут в день будет до конца мая если получится вот я зарегистрирую зоны вот она заниматься так что если кому надо тариф такой вот безлимитный звонки 1500 принципе нам неважно было нам нужно было позвонить можно через интернет и через просто телефон а вот и она мы никогда ей летом не подключали интернет потому что вроде хотелось бы она гуляла там все а сейчас так как много дома сидеть ну когда только при одном условии что читать будет уроки делать далее не зря же мы платим такие деньги вещи жалко оставлять в лапе воли она петь гардероб забрала да я все ее и так останавливаешь не будешь в этом же ходить вот уже чемодан набран шорт нету шорты надо покупать есть который ну джинсы такие а когда жару таких надо купить там бабушка купит и обувь наверно тоже но здесь магазины все закрыты покупать негде еще он сколько осталось вещей не знаю